Перестраиваемся в Барнауле. Рассказали, что будет с выделенками и пересадочным тарифом после открытия моста на новом рынке. Нанесла несколько ударов, чтобы успокоить. Нерадивая мать из Алтайского края избила новорожденную дочь. Смятые машины, улетевшие крыши. Могут ли жителям региона компенсировать ущерб от недавнего урагана? Ну а вначале. Министром здравоохранения края в региональном правительстве нового созыва назначен Дмитрий Попов. Распоряжение об этом Виктор Томенко подписал сегодня. В документе губернатор определил его заместителей. Эти должности займут Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев. Кандидатура Дмитрия Попова была одной из трех, в продлении полномочий которых сомневались местные эксперты. Однако спустя более чем два месяца после инаугурации губернатор утвердил его на пост главы регионального министра здравоохранения. По неофициальным источникам нашего канала представители краевой медицины могут неожиданно отреагировать на его повторное назначение. К другой теме. Выделенные полосы частично сохранят пересадочный тариф, отменят. Такие изменения ждут барнаульцев после открытия моста на проспекте Ленина. Напомним, торжественный запуск путепровода состоится 30 ноября. Когда по новому мосту смогут прокатиться автомобили и общественный транспорт, расскажет Валентина Аскерова. Легковые автомобили по долгожданному мосту на новом рынке смогут прокатиться уже 30 ноября во второй половине дня. А что касается общественного транспорта, то по проспекту Ленина автобусы и троллейбусы начнут курсировать чуть позже. Общественный транспорт в целях все-таки удобства жителей и исполнения графика движения у нас будет организовано с 1 декабря. Соответственно, у нас трамваи маршрутные, в том числе и которые идут у нас на Восточный, с 1 декабря пройдут троллейбусы до речного вокзала и до автовокзала пойдут. И автобусы у нас по проспекту Ленина уже пойдут с 1 декабря без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова. С начала следующего месяца прекратит свою работу 99 автобусный маршрут, который на время реконструкции трамвайного кольца обеспечивал доступ пассажиров к торговому центру Пионер. С 1 декабря перестанет действовать электронный пересадочный тариф, так как движение по мосту на проспекте Ленина возобновится. Пассажиры, которые пользовались данным тарифом и у которых есть денежные будут денежные средства, могут записаться в Центр Транс, соответственно, и перезаписать электронный проездной билет и другой тарифный план с охранением денежных средств. А что касается выделенных полос, то они сохранятся, правда, не везде. Выделенные полосы у нас останутся на проспекте Ленина, это на участке у нас до площади Октября, и на проспекте Строителей, на участке от проспекта Красноармейского до Павловского тракта. Выделены полосы по проспекту Калинина и улице Аносова, у нас будут ликвидированы. Напомним, мост на новом рынке, который реконструировали полтора года, торжественно откроют уже в этот четверг, 30 ноября, во второй половине дня. Валентина Аскерова, День с толком. Добиться компенсации за порчу имущества во время урагана вполне возможно. Как действовать жителям региона, чье имущество пострадало от разгула стихии? Об этом нашему телеканалу рассказал юрист. Напомним, 19 ноября горожане, в частности автомобилисты, пострадали от разгула стихии и пытаются добиться денежных выплат с тех, на чьей территории произошло ЧП, с управляющих компаний, застройщиков и администрации города. Безусловно, погодные условия. Я думаю, что здесь причинители вреда будут достаточно внимательно к этому относиться, стараться упирать, представлять различные справки из органов, которые мониторят погодные условия и так далее. Но здесь, опять же, вопрос оценки суда, с одной стороны. С другой стороны, у нас вывесок, например, тех же самых, или фасадов, тысячи оторвались единицы. Это, наверное, о чем-то говорит, о том, что они были ненадлежащим образом закреплены. И не такие уж это ураганные были явления. И вот, ну, как бы из практики судебная на сегодняшний день, даже не то, что уйти от ответственности со ссылкой на вот такого рода справки, а даже просто ее в какой-то степени уменьшить, ну, не так много и не так часто это происходит, на самом деле. То есть это не цунами, не какое-то там наводнение там и так далее, да, какое-то, действительно, которое носит форс-мажорный характер. Это, ну, такие достаточно жесткие природные явления, но, между тем, они должны ну, быть нивелированы теми организационными мероприятиями и какими-то действиями ответственных лиц и должны были быть предотвращены. Если же ответственные лица не идут навстречу и не решают вопрос с выплатами мирно, то пострадавший вправе обратиться в суд. А уж суд-то там точно разберется, чья же все-таки это зона ответственности. Но ситуация для управляющей компании, для застройщика, она несколько будет носить более тяжелый характер, потому что здесь уже выплаты будут в разы больше, чем человеку можно выплатить добровольно, вот на основании той оценки, которую проведут независимые, например, да, какие-то организации. К слову, сейчас решается вопрос о возмещении ущерба автомобилистам, чьи машины были припаркованы у медцентра на улице Партизанской. У здания обрушился фасад и повредил четыре автомобиля. Барнаульская медклиника готова возместить ущерб, несмотря на то, что руководство отмечает, парковка не относится к территории медицинского центра, а находится со стороны городской улицы. Владимир Путин подписал закон об интексации минимального размера оплаты труда на следующий год. Если в этом году россиянам выплачивают не меньше 16 200 рублей, то в 2024 ежемесячный заработок составит 19 242 рубля. Разница между было и будет составит почти 3000 рублей, 18,5%. Итоговая сумма, которую выплатят на руки после вычета НДФЛ, будет на 13% меньше. То есть фактически минимальная зарплата составит 16 740 рублей. Сейчас она чуть превышает 14 тысяч. Мера затронет 4 миллиона 800 тысяч россиян. Таракани Орда и череда затоплений свалились на жильцов одного из многоквартирных домов Барнаула. Виной таких бедствий стала соседка, от которой страдает весь подъезд. Почему она занимается этим и куда смотрит председатель дома? Разбирался наш корреспондент Данил Кузнецов. Вон у нее бежит, там и раковина сломана, и все. И вот бежит, там две чеплышки стоит. Однако Людмиле Антроповой из дома по улице Георгиева 21 даже чеплышки не помогают пережить регулярные потопы. Вода уже повредила часть потолка и кухонной мебели. В гостиной все еще хуже. Огромные пятна на штукатурке возникли из-за того, что в квартире сверху протекает холодильник. Виной всему соседка Надежда Кашкарова. В этом году уже все невыносимо. Мы ей сколько раз говорили и заставили ее лечиться. Она ходила в наркологическую. Вот здесь у нас дневной стационар. Сколько-то не попила она. Потом она снова начала пить. Ей сказали, что у нее цирроз печени. Она месяца два-три не пила. Потом она анализ издала. Это не подтвердилось и началось снова. Из-за регулярных запоев, говорит Людмила, появилась и другая проблема – тараканы, которые ползли через вентиляцию. Как ее запенили, орда ринулась через потолок. Поэтому Людмиле Антроповой приходится травить себя и насекомых порошками, а также обрабатывать все косяки уксусом ежедневно. Однако тараканы все равно находят пути. Тараканы преследуют весь подъезд. Насекомые выползают от своей хозяйки и свободно разгуливают по площадке. Не помогла даже дезинфекция жилья горе-соседки, на которую скидывались жители дома. С вопросами мы обратились к председателю ЖСК. Не слушает и Надежда Кашкарова, которой грозятся не только люди со всего подъезда, но и коммунальные службы, отключившие электричество за долги в 70 тысяч. Выживает женщина, по словам жильцов, лишь с помощью подаяний у церкви, к которой она сейчас пошла. С проблемной соседкой участковый помочь несложно. Поэтому вскоре пошли обращения в жилищную инспекцию Алтайского края и Роспотребнадзор. Но пока они мало чем помогли. Приезжала проверка, вот они там поставили у нас ловушки, я так понимаю, просто проверить, есть ли на самом деле тараканы. Видимо, по нашей фиксации, видеосъемке, фотосъемке, не верят нам, что у нас тут полчища тараканов. Однако в первую очередь нужно все-таки разобраться с источником проблем. Поэтому жильцы подъезда уже готовят иск в суд на горе-соседку. Люди хотят, чтобы ее выселили. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В отношении матери, избившей свою новорожденную дочь, возбуждено уголовное дело. 24-летнюю девушку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Младенца госпитализировали с различными травмами. Преступление произошло 25 ноября. Тогда молодая мать, жительница Поспелихинского района, находилась в краевом кризисном центре для женщин. Девушка нанесла новорожденной несколько ударов по голове. Позже объяснила свои действия тем, что не могла успокоить ребенка. Следователям Следственного комитета готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. Шесть человек скончались от отравления метадоном за последние полгода в Алтайском крае. Как опасный наркотик влияет на организм, почему он стал более агрессивен и какие последствия могут быть для человека, об этом расскажет Валентина Аскерова. Внутренние органы отказываются работать. Такое фатальное воздействие на организм оказывает опасное наркотическое вещество метадон. Так буквально на днях в Астрахани произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Больше 20 человек попали в больницу из-за метадона. Еще трое погибли. В Алтайском крае дизайнерский, иначе синтетический метадон тоже уносит жизни. За полгода скончались уже шесть человек. В метадон стали добавлять массу препаратов, которые могут вызывать и отек мозга. И острый дыхательный недостаточный, и острую сердечно-сосудистую недостаточность. И острую почечную печеночку. Поэтому порой больные, поступающие к нам, сейчас имеют очень тяжелое сочетанное состояние, здоровье. Метадон стал в разы опаснее и агрессивнее. Если раньше пациенты, употребляющие чистый метадон, проводили в стенах наркодиспансера сутки двое, то теперь от трех до тридцати суток. Причем медики буквально вытаскивают пациентов с того света. Многие из них последние три месяца у нас находятся с явлениями острая печеночная и почечная неостачность. То есть больным приходится проводить кому два, три, кому десять операций гемодиальца. Под удары метадона не только взрослые, но и молодежь. Психологи краевого наркодиспансера работают на опережение. Рассказывают населению о последствиях употребления наркотиков. Наши специалисты выходят в образовательные учреждения, школы, колледжи, университеты. Проводятся различные видеолекции, семинары, круглые столы. То есть формат работы у нас разный. Ну и все это, конечно, направлено на то, чтобы сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. Немотивированная агрессия, изменения в поведении, повышенная тревожность. Первые звоночки человека, употребляющего наркотики. И далеко не последние, отмечают психологи-наркологи. Внешне, может быть, оно несколько похоже на алкогольное опьянение, но нет запаха. Зрачки изменяются. Они становятся либо очень узкие, о чем говорил Герман Герман, либо слишком широкие, значит, вот, так скажем, поведенческие, что начинает. Ну, во-первых, ухудшается его учеба. Много времени проводят неизвестно где. Родители, друзья, родственники, заметившие изменения в поведении близкого человека, должны обратиться к медицинскому психологу. Специалисты, в свою очередь, возьмут пациента под крыло. Помогут избавиться от зависимости и сохранить жизнь. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. В ближайшие годы Китай будет наращивать экспортные объемы зерна и сельхозпродукции из России, в частности, Алтайского края. Для Поднебесной наш регион уже является главным поставщиком гречихи. А в 23-м туда отправили крупные партии нашего гороха и ячменя. Но чтобы сырье покупали другие страны, оно должно быть чистым. А в этом году специалисты уже зафиксировали больше 40 случаев заражения зерна вредителями. Как проходит обеззараживание, кто его проводит и как зараженное зерно конкретного агрария отражается на продукции всей страны, расскажут мои коллеги. В тысячу тонн пшеницы закладывают специальные таблетки фумиганта. Так зерно обеззараживают от вредителей. В этом году специалисты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна выявили больше 40 случаев заражения сырья. Клещ, хрущак, долгоносик, притворяшка – милые названия существ, способных уничтожить урожай. Газ находится в таблетках и при взаимодействии с кислородом начинает выделяться газ. То есть после выделения газа остается порошок, так называемый оксид алюминия. Поэтому называется газ – оксид алюминия. Газ относится к первому классу опасности. Для его использования нужна лицензия, поэтому обеззаразить зерно самостоятельно аграрии не могут. Но в поисках способа сэкономить недобросовестные сельхозпроизводители пытаются произвести обработку кустарным способом. Как вредители заражают помещения и вагоны, переходят на другие партии зерна, срок годности сырья сокращается, а зерна теряют ценные качества. Это влияет негативно на качество зерна и в дальнейшем на муку, на выпускаемые продукции из этих культур, вот так скажем. Из гречихи гречка, из пшеницы мука. Когда букашки-таракашки, зерно начинает портиться. Оно имеет затхлый запах, кислый запах. На Барновском элеваторе обследуют и обеззараживают каждую партию, идущую на продажу за рубеж. От каждой тонны сырья зависит репутация России как экспортера. Страна уже получила ноту протеста от Белоруссии и Израиля из-за качества зерна. В этом году индекс экспорта меняется. Свои позиции укрепляет Китай. Обеззараживание поставок в Поднебесную в России проводят только от центра оценки качества зерна. В какие-то месяцы этого сельхозгода мы фиксировали на первых позициях Китай. Обычно это наш соседний Казахстан. И уже на протяжении четырех лет три страны на букву «К» на первых позициях. Это Казахстан, Китай и Киргизия. Вот Китай фиксировалась на первых позициях. Общий объем экспорта по Сибири увеличился в шесть раз. И драйверами роста стали в этом году горох и сибирский алтайский ячмень. Такого не было никогда. Отправляем туда также пшеницу, отправляем мы жмых и драйверами роста стала также наша алтайская мука, что очень приятно. Я всегда как патриот алтайского края, который любит алтайский край, очень бы хотела, чтобы мы отгружали не сырьем все-таки, а продуктами переработки зерна. По итогам прошлого года алтайский край поставил свою продукцию в 48 стран. А требования к карантинному фитосанитарному состоянию сырья предъявляют 118 государств. Поэтому важно следить за качеством экспортного зерна. В 2023 году специалисты обработали почти полтора миллиона тонн алтайского зерна. Это на треть больше, чем годом ранее. При этом, по статистике центра, зараженным может быть до четверти от всего заготовленного за год урожая. В минувшие выходные школа самбо имени Виктора Репина отметила свое 55-летие. Именно заслуженный тренер России Виктор Репин воспитал первых ее учеников. Многие выпускники школы стали мастерами спорта, достойно выступая в соревнованиях всесоюзного уровня. Почему самбо можно назвать самым российским спортом, смотрите в сюжете Дарьи Ерошиной. Наградить Виталия Борисовича Мартвинового, тренера школы самбо имени Репина. Виталий Борисович уже 27 лет тренирует молодых спортсменов школы самбо. Он был одним из первых учеников заслуженного тренера России Виктора Репина, основавшего школу в 1968 году. Сегодня ей уже 55 лет. С ним было тяжело, потому что он очень требовательный был, жесткий тренер. Но его все уважали, даже те, которые бросали, он выгонял, и все равно его уважали, потому что они понимали, что из-за дела. Кто-то возвращался, кто-то нет, но возвращались уже другими людьми. В Краевом дворце творчества детей и молодежи ко дню памяти Виктора Репина чествовали ветеранов этого вида спорта и первых выпускников школы. Когда он работал в нашей школе, выпустил 42 мастера спорта. И эти мастера представляли Алтайский край на России, в Советском Союзе очень много победителей. Поэтому, в общем, это гордость наша. Некоторые из выпускников Виктора Репина продолжили карьеру в качестве наставников для молодых самбистов. Перешли из соревнований с другими спортсменами в борьбу за воспитание нового поколения. Бороться легче, воспитывать гораздо тяжелее. Там много факторов, которые ты сначала, ну, как спортсмен, ты их не касался. Это работа и с детьми, и с родителями, и с другими, и с администрацией, и с коллегами, и с судьями на соревнованиях. Тренерская деятельность сложнее, чем спортивная. Самбисты получили благодарности и от физкультурно-спортивного общества «Динамо», с которым школа также сотрудничает много лет. Тренерский состав очень много раз помогал вам в проведении соревнований по самбо, которые входят у нас в ежегодную спортеаду, послуженно-прикладных видов спорта. Огромное спасибо вам. Крепкого вам здоровья и успехов в дальнейших деятельности. Самбо создали в начале 20 века советские военные, как боевое искусство, а сегодня это уже популярный вид спорта. Не изменился главный принцип – самооборона без оружия. Дарья Ирушина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...